Евангелие от Марка, глава пятнадцатая Его во многом. Пилат же опять спросил его, ты ничего не отвечаешь, видишь, как много против тебя обвинений. Но Иисус и на это ничего не отвечал. Так что Пилат дивился. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варава со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ, хотите ли я отпущу вам царя иудейского, ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучшего Вараву. Пилат, отвечая, опять сказал им, что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским? Они опять закричали, распни его. Пилат сказал им, какое же зло сделал он. Но они еще сильнее закричали, распни его. Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. А воины отвели его внутрь двора, то есть в приторию, и собрали весь полк. И одели его в багреницу, и сплетший терновый венец возложили на него, и начали приветствовать его. «Радуйся, царь иудейский!» И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багреницу, одели его в собственные одежды его, и повели его, чтобы распять его. И заставили проходящего некоего кириньянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его. И привели его на место Голгофу, что значит «лобное место». И давали ему пить вино, сосмирную, но он не принял. Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его. И была надпись вины его «Царь иудейский». С ним распяли двух разбойников, одного по правую, другого по левую сторону его. И сбылось слово «Писание» и к злодеям причтен. Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря «Э, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста». Подобно и первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу «Других спасал, а себя не может спасти». «Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем». И распятые с ним поносили его. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопило Иисус громким голосом «Элои, Элои, ла масса ва хвани!» Что значит «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые стоявших тут, услышав, говорили «Вот, Илью зовет». Один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря «Постойте, посмотрим, придет ли Илья снять его». Иисус же, возгласив громко, испустил дух. Из-за веса в храме разодралась надвое, сверху донизу. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он так, возгласив, испустил дух, сказал «Истинно, человек сей был Сын Божий». Были тут и женщины, которые смотрели издали, между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова, меньшего, и Иосии, и Соломея. Которые и тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие, вместе с ним, пришедшие в Иерусалим. И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботой, «Пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член Совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер, и, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницу и положил его во гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосифа смотрели, где его полагали». По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломея купили ароматы, чтобы идти помазать его. «И весьма рано, в первый день недели приходят ко гробу при восходе солнца, и говорят между собою, кто отвалит нам камень от двери гроба, и, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне облеченного в белую одежду, и ужаснулись». Он же говорит им, «Не ужасайтесь, Иисуса ищите на зарянина распятого. Он воскрес, его нет здесь, вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее, там его увидите, как он сказал вам. И, выйдя, побежали от гроба, их объял трепет и ужас. И никому ничего не сказали, потому что боялись». Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечере. И упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего, не поверили. И сказал им, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов. Будут говорить новыми языками. Будут брать змей. И если что смертоносное выпьет, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». И так Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь. Псалом 71. О Соломоне. Псалом Давида. Боже, даруй царю Твой суд и сыну царя Твою правду. Да судят праведно людей Твоих и нищих Твоих на суде. Да принесут горы мир людям и холмы правду. Да судят нищих народа, да спасет сынов убогого и смирит притеснителя. И будут бояться Тебя, доколе пребудут солнце и луна в роды родов. Он сойдет, как дождь на скошенный луг, как капли, орошающие землю. В одни его процветет праведник. И будет обилие мира, доколе не пристанет луна. Он будет обладать от моря до моря и от реки до концов земли. Падут пред ним жители пустынь, и враги его будут лизать прах. Цари Фарсиса и островов поднесут ему дань. Цари Аравии и Савы принесут дары. И поклонятся ему все цари, все народы будут служить ему. Ибо он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет помощника. Будет милосерд к нищему и убогому, и души убогих спасет. От коварства и насилия избавит души их, и драгоценно будет кровь их пред очами его. И будет жить, и будут давать ему от золота Аравии, и будут молиться о нем непрестанно, всякий день благословлять его. Будет обилие хлеба на земле, наверху гор, плоды его будут волноваться, как лес на Ливане, и в городах размножатся люди, как трава на земле. Будет имя его благословенно вовек, доколе пребывает солнце, будет передаваться имя его. И благословятся в нем все племена земные, все народы ублажат его. Благословен Господь Бог, Бог Израилев, един творящий чудеса. И благословенно имя славы его вовек. И наполнится славою его вся земля. Аминь и аминь. Кончились молитвы Давида, сына Иесеева. Книга пророка Иеремии, глава 38. И услышал Сафатия, сын Матфана, и Гадолия, сын Пасхора, и Юхал, сын Селемии, и Пасхор, сын Малхии. Слова, которые Иеремия произнес ко всему народу, говоря. Так говорит Господь, кто останется в этом городе, умрет от меча, голода и моровой язвы. А кто выйдет к халдеям, будет жив. И душа его будет ему вместо добычи, и он останется жив. Так говорит Господь, непременно предан будет город сей в руки войска царя Вавилонского, и он возьмет его. Тогда князья сказали царю, да будет этот человек предан смерти, потому что он ослабляет руки воинов, которые остаются в этом городе, и руки всего народа, говоря к ним такие слова, ибо этот человек не благоденствия желает народу всему, а бедствия. И сказал царь Сидекия, вот он в ваших руках, потому что царь ничего не может делать вопреки вам. Тогда взяли Иеремию и бросили его в яму Малхии, сына царя, которая была во дворе стражи, и опустили Иеремию на веревках. В яме то и не было воды, а только грязь, и погрузился Иеремия в грязь. И услышал Авдемилех Ефиоплянин, один из евнухов, находившихся в царском доме, что Иеремию посадили в яму, а царь сидел тогда у ворот Вениаминовых. И вышел Авдемилех из дома царского и сказал царю, государь мой царь, худо сделали эти люди. Так поступив с Иеремию пророком, которого бросили в яму, он умрет там от голода, потому что нет более хлеба в городе. Царь дал приказание Авдемилеху Ефиоплянину, сказав, возьми с собой отсюда 30 человек и вытащи Иеремию пророка из ямы, доколе он не умер. А Авдемилех взял людей с собой и вошел в дом царский под кладовую, и взял оттуда старых негодных тряпок и старых негодных лоскутев и опустил их на веревках в яму к Иеремии. И сказал Авдемилех Ефиоплянин Иеремии, подложи эти старые брошенные тряпки и лоскуте под мышки рук твоих под веревки. И сделал так Иеремия. И потащили Иеремию на веревках и вытащили его из ямы, и оставался Иеремия во дворе стражи. Тогда царь Сидекия послала, призвала Иеремию пророка к себе. При третьем входе в дом Господен и сказал царь Иеремии, я у тебя спрошу нечто, не скрой от меня ничего. Сказал Иеремия Сидекия, если я открою тебе, не предашь ли ты меня смерти? И если дам тебе совет, ты не послушаешь меня. И клялся царь Сидекий Иеремии тайно говоря, жив Господь, который сотворил нам душу сию, не предам тебя смерти и не отдам в руки этих людей, которые ищут души твоей. Тогда Иеремия сказал Сидекии, так говорит Господь Бог Савауф, Бог Израилев, Если ты выйдешь к князьям царя Вавилонского, то жива будет душа твоя, и этот город не будет сожжен огнем, и ты будешь жив, и дом твой. А если не выйдешь к князьям царя Вавилонского, то этот город будет предан в руки халдеев, и они сожгут его огнем, и ты не избежишь от рук их. И сказал царь Сидекий Иеремии, я боюсь иудеев, которые перешли к халдеям, чтобы халдеи не предали меня в руки их, и чтобы те не надругались надо мной. И сказал Иеремия, не предадут, послушай глаза Господа в том, что я говорю тебе, и хорошо тебе будет, и жива будет душа твоя. А если ты не захочешь выйти, то вот слово, которое открыл мне Господь, вот все жены, которые остались в доме царя Иудейского, отведены будут к князьям царя Вавилонского, и скажут они, тебя обольстили и превозмогли друзья твои, ноги твои погрузились в грязь, и они удалились от тебя. И всех жен твоих и детей твоих отведут к халдеям, и ты не избежишь от рук их, но будешь взят рукою царя Вавилонского, и сделаешь то, что город сей будет сожжен огнем. И сказал Сидекий Иеремии, никто не должен знать этих слов, и тогда ты не умрешь. Если услышат князья, что я разговаривал с тобою, и придут к тебе и скажут тебе, скажи нам, что говорил ты царю, не скрой от нас, и мы не предадим тебя смерти, и также, что говорил тебе царь, то скажи им, я повергнул пред лицо царя прошение мое, чтобы не возвращать меня в дом, и Анафана, чтобы не умереть там. И пришли все князья к Иеремии и спрашивали его, и он сказал им согласно со всеми словами, какие царь велел сказать, и они молча оставили его, потому что не узнали сказанного царю. И оставался Иеремия во дворе стражи до того дня, в который был взят Иерусалим, и Иерусалим был взят. Субтитры создавал DimaTorzok